Всем привет! Вы на канале ADF Plays и сегодня мы посмотрим на еще один способ запускать наши любимые DOS игры. Этот способ совсем простой и все что вам потребуется это обычный веб-браузер. Надо сказать, что запуск DOS игр в браузере это не что-то супер новое. Еще в 2015 году на сайте интернет-архива появилась такая возможность. Правда тогда это работало в очень ограниченном режиме, в частности в играх нельзя было сохраняться. Таким образом можно было бегло ознакомиться с какой-то игрой, но о полном ее прохождении речь конечно же не шла. Но прогресс не стоит на месте и сегодня я представляю вашему вниманию сайт dos.zone. Этот сайт представляет собой обширный каталог DOS игр, который можно прямо тут же и запустить. На данный момент на сайте представлено уже больше 2000 игр и каталог продолжает пополняться. Все игры полностью настроены и для запуска нам достаточно нажать кнопку play. При этом начинается загрузка файлов с игрой, которые сохраняются прямо в вашем браузере и после этого игра запускается. Обратите внимание на кнопку с дискетой. Эта функция позволяет в любой момент сохранить текущее состояние файловой системы. Благодаря этому вы можете сохранить свой прогресс, но это работает только с теми играми, которые сами по себе поддерживают сохранение. То есть вам нужно сначала сохраниться в самой игре, а потом нажать кнопку с дискетой. После этого вы можете закрыть браузер и в следующий раз, когда вы запустите эту игру, все ваши сохранения будут на месте и вы сможете их загрузить. Но имейте в виду, что данные игры сохраняются только в хранилище вашего браузера. То есть если вы откроете игру с другого компьютера или в другом браузере, то ваших сохранений там не будет. Эта проблема решается с помощью облачных сохранений. Правда эта функция доступна только для платных подписчиков. Про подписку я еще расскажу отдельно. На сайте есть специальный раздел с играми, которые адаптированы для мобильных устройств. Для них сделано специальное тач-управление. Вообще на смартфоне должна запуститься любая игра из каталога, но для большинства из них будет лучше подключить клавиатуру и мышь. Есть также раздел с сетевыми играми. У каждой из этих игр есть инструкция по настройке сетевого режима. А найти других игроков можно либо в официальной группе сайта в Телеграме, там общение идет на русском, либо в Дискорде, где общаются на английском. Ссылки на них находятся в правом верхнем углу сайта. Помимо DOS игр в каталоге есть также и некоторые Windows игры. Запускаются они точно так же простым нажатием кнопки Play. Но с ними связаны две потенциальные проблемы. Первая проблема это сохранение. Для Windows игр сохранения доступны только при наличии платной подписки. Вторая проблема это производительность. Как правило, Windows игры, а также и некоторые поздние DOS игры могут предъявлять высокие требования к скорости работы эмулятора. А в плане быстродействия ваш браузер это, к сожалению, не самый лучший вариант. И тут мы переходим к технической части. При запуске игр в обычном браузере используется движок DOS Box или DOS Box X, которые скомпилированы для платформы WebAssembly. WebAssembly это аналог языка Assembler, только он работает не с настоящим процессором, а со специальным движком, который встроен в браузер. Благодаря этому мы можем писать приложения на языках типа C, C++ или Rust, затем компилировать их в WebAssembly и запускать прямо в браузере. Таким же образом мы можем скомпилировать и любые другие существующие приложения, которые изначально не были заточены под работу через Web. Именно таким образом мы получаем доступ к эмуляции DOS Box. Высокая скорость эмуляции DOS Box обеспечивается за счет использования динамической рекомпиляции. При этом код запущенного приложения или игры на лету перекомпилируется под тот процессор, на котором был запущен DOS Box. Но если запускать DOS Box через WebAssembly, то динамическая рекомпиляция работать не будет, и в этом случае будет использоваться медленный режим эмуляции. Из-за этого игры, запущенные через браузер, будут работать медленнее, чем если бы вы запустили их через DOS Box. Но у этой проблемы есть решение, и оно называется DOS Browser. Это специальное приложение от создателей сайта DOS Zone, которое позволяет запускать все игры из их каталога с максимальной производительностью. По сути, это такой урезанный браузер, через который можно открыть только сайт DOS Zone, и в который встроен настоящий DOS Box. Этот DOS Box работает уже без всяких ограничений по производительности. DOS Browser доступен под все платформы – Windows, Linux, MacOS, а также есть приложения для Android. Оценить преимущества DOS Browser можно на примере первого Quake. При запуске тайм-демо через Firefox я получил 39 кадров в секунду, а через DOS Browser – аж 244. В обоих случаях использовался рендеринг на процессоре без 3D-ускорения. Сайт DOS Zone работает на базе платформы GS-DOS. С ее помощью любой желающий может встроить плеер для запуска DOS игр на свой сайт. Для запуска игры через GS-DOS она должна быть специальным образом подготовлена и упакована в архив с расширением .gs-dos. Такой архив можно создать с помощью инструмента GameStudio. Я не буду подробно рассказывать о том, как им пользоваться, потому что автор GS-DOS сам сделал отличную инструкцию о том, как это делать. Ссылки на нее будут в описании. Готовую сборку игры вы можете разместить на своем собственном сайте или отправить в каталог DOS Zone. Если сборка пройдет проверку, то ее опубликуют на сайте. Теперь давайте вернемся к платной подписке. На момент записи видео она стоит 1 доллар в месяц и позволяет использовать облачные сохранения, сохранять прогресс в Windows играх, включать экспериментальные функции, а также просто поддержать проект звонкой монетой. По словам автора проекта, оплата картами российских банков должна работать. На этом видео подошло к концу. Если у вас появились вопросы или есть что добавить, то пишите в комментариях, я их все читаю. Если вам нравятся мои видео, то подпишитесь на канал. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, куда я пишу про разные интересные штуки, связанные с DOS-играми. И до встречи в новых видео!